здравствуйте дорогие мои сегодня поговорим о таком христианском святом как и он лествичник жил он давно на синайской горе сейчас это у нас египет ну шестом седьмом веке там 1570 год что ли ну так давно что конечно все сведения не очень не очень не очень достоверное родился у святых людей и отец у него был святой но видимо при причисленный к лику святых и мать тоже и в 16 лет пошел монастырь вот в синайскую обитель и там уже стал послушником четыре года вроде как учился а когда его наставник умер он ушел в отшельничество ну вот жить просто на эту синайскую гору где тоже кстати все время там жили какие-то ширики что так параллель с с отшельниками тибета тоже в общем то подчас вот на каких-то горах пещерки и там ну не то чтобы там рядом с друг другом на каком-то расстоянии набираются вот эти вот люди которые ведут вот этот аскетичный образ жизни для такого социально вообще думать какие-то ну юродивые сумасшедшие вот чего они вот куда не уходят то что они там делают в этих горах сидят там в этих пещерах годами годами сидят истязают себя занимаются какими-то малопонятными вещами подчас смешными что же они приобретают вот это вот для обычного человека но вообще просто просто дикость какая-то и эти люди выглядят сумасшедшими ну значит смысл есть что вот все таки какой-то процент небольшой людей вот занимается вроде как такой ерундой и видите в общем-то пути пути вот к этому к познанию духовных истин они в чем-то похожи что индуистские буддийские тибетские эти практики они тоже тоже схожи то есть показывать что в общем-то путь путь каким-то духовным вершинам он в чем-то сходен есть конечно различия но суть одна то есть не суть а вот методики методики похожие ну вернемся к нашему иоанну вот через четыре года то есть в получается 16 лет он пришел монастырь в 20 когда умер его наставник он ушел вот типа вскид в отшельничество и там провел 40 лет 40 лет он сидел вот на этой горе ну вроде как пещеры были вроде как не пещеры ну и посты обед молчания то есть так вот по полной программе он занимался 40 лет аскезами ну как мы понимаем он был огород то есть он питался своим трудом выращивал что-то там на синайской горе что как я понимаю очень непросто это него не у нас там где-нибудь это в средней полосе огород растить если вы были в египте можете понять что тем более на горе не почва плодородной не земли плодородной солнца то есть без полива без ну каких-то таких серьезных усилий вырастить там что-то там и травка то не особенно растет а уж огурцы с помидорами там пшеничку тяжеловато то есть так то можно подумать что ли только молитвами можно добыть себе пропитание и тяжелым трудом плюс там камни везде ну это то есть это так еще то аскеза и иван начни мне не чурался вот этого простого такого крестьянского труда в отличие от буддийских монах в котором подчас вот постоянно что-то вот особенно буддийские все время с чашей до подаяния иду идут в соседний поселок и городок и там ну вот просят милости а чтобы там самим что-то вот вырастить но это как-то как-то не принято у них ну мы их осуждать не будем у каждого свой подход ну вот и она отдать должное он знал простой труд и умел трудиться потому что это не каждый ну ходили конечно к нему различные паломники потому что прознали что святой человек каких-то особых чудес не было ну во всяком случае мы о них не знаем подчас там приписывают но множество всяких чудесных вещей ну а бане за мы знаем один что он вот спас своего ученика моисея который вот значит у него были ученики может быть кроме миссии нужно и вот одного миссии который помогал значит иоанна по огороду и однажды где-то там заснув в теньке подвергся опасности на него мог свалиться камень то есть он свалился камень но в это время моисей уже встал и вот прямо за секунду до этого отошел поскольку значит и спас его вроде как иоанн который опять же спал свои кельи все они днем вот у них сиеста тоже любит поспать иоанн там у себя значит а моисей тоже вместо работы тоже спал то есть в общем то обычные житейские вещи не сказать что днем жарко пойдем поспи на солнце тяжело сиеста в общем как как это самое жаркие время ну не до работы работать надо утром ну и вечером таких в жарком климате и и к иоанну там в келью пришел вроде как какой-то человек разбудил его но как понимаем это дух святой и сказал твой ученик это может сейчас пострадать типа что делать иоанну он никуда не побежал он начал молиться молиться за здравие своего ученика моисея и значит опять же вот такое посредничество к моисею мог бы святой друг сразу к моисею прийти но ведь не достучался до него к моисею во сне пришел значит иоанн и сказал срочно просыпайся и уходи тот проснулся и вот встал отошел от этого места и в на это место здоровенный булыжник с горы бахнулся то есть вот собственно говоря вот такое чудо единственное мы знаем возможно их было больше потому что конечно человек за 40 лет аскез конечно приобретает множество этой психической морской но так попросту говоря энергии конечно но может быть он был человеком скромным и ну гордыню победил и не выставлял каких-то вот сверхспособностей на показ ну больше славился своими поучениями грамотной речью и и после 40 лет отшельничества он пришел в мир стал жить уже в обители и монахов начал давать наставления но как понимаем там в любом монастыре хоть вроде монахи а все равно социум и потому что он всем давал наставление многие монахи вроде сказать какой-то говорливые слишком много разговаривает делов нету ну ведь всегда дрязги есть даже вот в таких коллективах поэтому подчас вот и уходят в скит потому что от социума тяжело уйти даже вот в монастыре там те же люди и ты там и зависть и какие-то там пересуды сплетни естественно где люди где вот буквально там два-три человека начинаются уже вот взаимоотношения вот это круговерть а он сказал а этот сделал а я хотел чтобы так я думал и вот это вот все там вся вот это обычная вам вам известная такая такие ситуации ну опять же ну какой-то разгневшись разорлившись и он дал обет молчания и целый год молчал монахом стало грустно потому что все уж привыкли к этим наставлениям и вот все все нами думали тоже там подначили но это начать не выдержит не выдержит не выдержит наш отец и а сейчас вот и подначили на его там типа ну скажи может из-за угла его пугали там что он вздрогнул чем там сказал господи спаси ну все равно хоть слабого но вот был кремень кремень не недаром 40 лет он там камни ворочал на синайской горе год продержался и тогда уже вот вся братья монашеская пришла к нему с поклонным и сказала ну отец и анна простите нас дураков соскучились по твоим наставлением это будь любезен ну прости нас давай как говори ну и анс не зашел к ним и начал значит разговаривать начал разговаривать все были довольны пусть плюс прихожане какие-то приходили и он начитовал всем наставление по пути господню и значит что же тут приобрел такой авторитет что его решили назначить ну игуменом наставником монастыря этой обители на что он и согласился и в это время он начал ну написал свой труд вот эту лес для вот лестнице ну как лестница получается типа лестница к богу 30 ступеней 30 вот каких-то вот таких этапов идя по которым можно достичь вот врат врат града господня и там значит соединиться с христом замечательное наставление конечно может быть сложновато современному человеку читать но любопытно любопытно и ну в общем что сказать действительно святой человек и вот такой трудяга может трудяга на пути это нету никаких тот фейерверков там что-то там хождение по воде чудесных там там исцелений ну может и может и было что-то не недаром к нему люди ходили за советом недаром но как-то это возможно это вот то что он усмирил своего чувства собственной важности свою гордыню и не кичился этим вот приходят к нему люди он делает без этого там что на показ что-то такое ну в этом не было необходимости достаточно того что он делал святой человек отшельник монах ацхет не зря стал стал святым подвижником на своем пути в общем то и все и труд познал и вот такую просветительскую деятельность и даже вот административную ответственность потому что пойдите попробуйте управлять монастырем тоже вам скажу не легче чем камни ворочать в поле поэтому вот и все читайте прочитайте этот труд может и вам польза под этого будет какая-то прочитать нелегко ну все успехов вам до свидания